Добрый вечер, ребята! Влог начинается с вечера, потому что сейчас я буду избавляться от вот этой прекрасной ёлки и всех новогодних украшений. Скоро весна, и это правда для меня какой-то шок, потому что обычно у меня нет времени и сил убирать ёлку где-то до, наверное, марта-апреля. Мне даже стыдно за это, но сейчас появилось время, и тем более желание убрать ёлку, наконец-то освободить место, поставить за место неё пальму. Я хочу показать вам, какие новые друзья у меня появились буквально вчера. Я прям терпела и ждала сегодняшнего вечера, чтобы у меня было время вам показать, рассказать. И я буду сегодня спасать свою вот эту вот умирающую пальму, а точнее избавляться от 80% мёртвых листьев, потому что уже ничего с ними не поделаешь. Но я купила землю, вот видите, у меня один мешок там стоит. У меня боевая прическа, я теперь так её буду всегда называть, потому что всегда, когда я что-то убираю или чем-то занято, у меня вот такой высокий тугое хвост для того, чтобы волосы меня не бесили. Так что берите чаёк, чего-нибудь вкусненького похрустеть и присоединяйтесь к моему видосику. Я желаю вам приятного просмотра. Круто, да? Я сложила ёлочку. У всех нормальных людей есть какая-то красивая длинная коробка, но мы эту ёлку купили прям с витриной, она была последняя, поэтому у нас вот так вот. Только в пакетах она каждый год лежит в мусорных. И я её кладу под кровать, хотя я не очень это люблю, потому что под кроватью прям вот всё видно. Придётся её вот так вот запихнуть под кровать, как я это делаю каждый год. Ну, в принципе, так, думаю, не сильно видно, только если нагнуться и посмотреть. Все полы в пыли. Сейчас нужно всё пропылесосить, потому что я практически уже начинаю чихать каждую секунду. И видите, тут снежок ненастоящий посыпался с ёлки. Убирать ёлку, это, конечно, одно удовольствие. Сейчас я буду делать самое печальное, что только можно сделать. Обрезать мёртвые листья на этой пальме. Я не знаю вообще сколько их. Мне кажется, 80 или 90% пальмы просто высохло. Надеюсь, она на меня не обидится и вот эти зелёные единственные листики не завянут. Вот такая печальная история. Посмотрите, что осталось от моей прелестной, шикарной, огромной пальмы. Мне просто больно на это смотреть. И ещё одна веточка, посмотрите, она как бы зелёная, она выглядит здоровая. Но она почему-то как будто поломанная. Я не знаю, что с этим делать. Она очень высокая и падает прямо вот. И вот эти вот ветки, которые я оставила, я не знаю, с них вообще что-то вырастет. Мне кажется, пальма, она растёт на протяжении 40 лет. И, в общем, она будет вот так, наверное, выглядеть постоянно. Грустить я не буду, потому что я делала всё правильно. Она просто, не знаю, скучала, пока мы улетели в Польшу. И, видимо, может быть, она замёрзла даже. Хотя у нас не минусовая температура, у нас было, ну, может быть, градусов 10, наверное. Круто! Всё вот это было красивое, зелёное. Теперь придётся это всё выбрасывать. Сейчас буду пересаживать эту несчастную пальму. Посмотрите, сколько у меня земли. Здесь 50 литров. Я надеюсь, ей хватит. И посмотрите, я застелила весь пол. Вот такая бумага от Ифрошей. Я всегда храню всякие вот такие вот бумаги, упаковки. И потом, посмотрите, как это пригодилось. В общем, ситуация сейчас вот такая. Земли я добавила прям больше, чем максимально. Я не знаю, правда, сколько можно или нельзя добавлять. Но пальма сама по себе очень высокая. И я вообще не понимаю, как она не падает. То есть, мне кажется, горшок должен быть ещё намного больше. Наверное, в два раза выше. Кабардак сейчас нереальный. Посмотрите на меня. Я как будто какую-то смену отработала. Я офигеть как устала. Это не единственное растение, которое мне нужно пересадить сегодня. Уже сколько? 10-15 вечера. Я чувствую, что у меня спина сейчас взорвётся. Знаете что? Я думала, что это две секундочки. Я сейчас так вытащу пальму. Закину быстренько землю. И всё. И всё окей. Но оказалось, это очень долгий процесс. То я вам могу посоветовать. Пальмы. Они очень красивые в квартире. Но никогда в жизни не делайте мою ошибку. Не покупайте высокие, большущие пальмы. И кусты. Потому что они в итоге... С ними очень много проблем. Им нужно больше пространства. И ухода, оказывается. Посмотрите на мою ошибку номер 2. Это мой подарок на 8 марта. Это вот такая пальма. Я не знаю, можно её назвать малюткой. Потому что она вроде такая небольшая. И листики, стебельки очень низкие. Я думаю, что с ней будет всё нормально. Потому что она очень маленькая. И видно, что ещё листики такие... Ну, как бы свежие, так сказать. Вот такой вот вид с моей кровати. Очень миниатюрная такая пальма. И слава богу, потому что мне уже надоели. Честно говоря, вот это вот. Я бы вообще от неё избавилась или кому-то отдала. У меня вообще нету сил больше с ней морочиться. Я хочу её только поливать. И всё. Я хочу, чтобы её листья оставались зелёными. Пожалуйста, оставайтесь зелёными. Посмотрите-ка на этот уголочек. У меня здесь тоже появилась новая подружка. Не знаю, почему она. Я так решила. Я, кстати, не помню, что это за растение. Мне так быстренько сказали. Это траля-ля. И я не успела запомнить, но мне так понравились вот эти вот листики в виде сердечек. Здесь посмотрите, какой огромный лист. Я сейчас как раз скачиваю идентифайер такой для того, чтобы определить, что это за растение. Давайте распознавать, что это за цветок. Поливать нужно раз в неделю. Также самое нужное две вот эти пальмы поливать раз в неделю. Я уже всё. Я после одиннадцати, я уже ничего не соображаю. Я ещё сюда положила свои книжки. Просто так, чтобы как-то... Пока у меня тут ещё свечи нет никакой, но будет стоять в дальнейшем. Но очень красивенько, эстетичненько и просто. Мне его пересадили, прям в магазине ещё засыпали вот такими камушками. Мне кажется, вот так вот смотрится намного лучше, чем когда вот так вот земля. Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет. У меня на этот вечер были такие планы, вы не представляете. Пересадить пальму, пальмы. Вообще убрать ёлку, это столько времени заняло. И ещё я хотела сесть и снять прям полноценное разговорное видео. Очень волнительное для меня, но сейчас одиннадцать. Обессильно, и вообще у меня нет желания больше снимать. Я хочу просто есть и спать. Так что спокойной ночи и до скорых встреч. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что доброе утро. Я надела опять мой халат с Микки Маусами, потому что я капец как замёрзла. На улице у нас пасмурная погода. В общем, я нахожусь на своём рабочем месте. Хотя я здесь работаю очень редко. Я люблю работать в основном на кровати. Я не знаю, мне так как-то больше удобно. Сзади меня висят всякие курточки, шляпа, штатив от телефона. И здесь у меня стол. Я вам сейчас прям подробно покажу мою комнату. Также я немножко сделала здесь порядок и прям вот убрала всё практически со стола. Ставила только самое нужное. Вот так, если зайти в комнату, комната очень маленькая. Вот, собственно говоря, мой рабочий стол, рабочее место. Здесь у меня зарядка для моей камеры для аккумуляторов и две зарядки для наших электрических щёток. Вот здесь у меня всегда стоит компьютер. И, кстати, я вам забыла сказать, что единственные мои витамины сейчас это рыбий жир, омега-3. И также я принимаю ещё ракутан. Это антибиотик для кожи, так сказать. Я борюсь с акне. Смотрите, сколько у меня штативов. Один для телефона, один это кольцевая лампа, но здесь у меня сломалась кое-какая штука, поэтому сейчас это только лампа для меня. И вот такой вот штатив, который был самый первый, когда я только начала снимать видео. Вот такое у меня рабочее кресло. Я всегда его застилаю какой-то вот такой, типа, накидкой на кровать, потому что мне не нравится на вот этом сидеть. Оно как бы не очень приятное, а летом особенно, когда в коротких шортах. Ну и тут у меня такой фэшн-уголок. Висят все самые мои любимые вещи. Верхняя одежда в основном зимняя. И тут немножко обуви. А здесь наш маленький чемоданчик, который дожидается следующего какого-то путешествия. И, в принципе, здесь навешано очень много вещей старых и куртки различные, которые я тоже ещё ношу. И всё. Вот здесь вот шкафы наши. Тут ещё сушатся некоторые вещи, поэтому вообще комната кажется малюсенькая, но здесь просторно для меня и место для всего нужного есть. Всё, что находится там, вам пока ещё рано знать об этом. Я вам чуть позже расскажу. Здесь я организовала себе канцелярские разделы. У меня ещё всё сохранилось со школы, с того времени, как я ещё училась. Ну и здесь всякая такая фигня, так сказать. Всё, что мелочь и я не могу определить, что за категория, я всё сбрасываю сюда. И здесь у меня есть ещё один ящик, в который я сложила всё, что касается съёмок и переходника SD-карты. В общем, микрофон. И здесь есть ещё GoPro камера. Тут у меня куча-куча ручек. Я решила один раз заказать очень много, потому что очень бесит, когда нужна ручка, и ничего не работает, либо остаётся одна, и остальные куда-то пропадают. А, тут, кстати, заряжается ещё мой пылесос, который работал вчера очень много. Давайте я вам объясню конкретно, кем я работаю и чем занимаюсь. Наша компания — это попросту фирма доставки. Она работает с многими компаниями и принимает у них заказы. Ну и, собственно, что я делаю в этой компании? Я составляю маршруты для курьеров. То есть сегодня курьер собрался ехать в какой-то город, и у него есть целый маршрут на 40, к примеру, посылок. И я составляю для него прям план, в какую улицу он должен заехать, какая будет первая, какая вторая, третья и так далее и тому подобное. В основном моя работа, она с вечера до ночи, то есть где-то с полседьмого до часу, до двенадцати ночи, бывало даже до трёх. Это в период, когда прям праздники какие-то, и люди сумасшедшие покупают очень много, заказывают. За вечернее время, выходит, получается, за пять, шесть, семь часов, я строю примерно от 25 до 40, наверное, маршрутов для курьеров, это кажется, наверное, мало или много, но я работаю очень быстро. Я уже работаю в этой компании где-то больше двух лет, и получается, что я уже привыкла и как бы могу работать и, не знаю, слушать аудиокнигу, и меня ничего не будут отвлекать. А раньше я работала, я так вот сидела и работала. Я даже не могла ничего слушать, потому что было очень много различной информации, и мне нужно было прям вот вспоминать, как я должна, куда нажать и что сделать, потому что ошибки нельзя делать, иначе эта ошибка может стоить очень много тысяч долларов. Утром я всего лишь добавляю какие-то очень важные заказы уже на готовые маршруты. Я вам скажу, это идеальная работа для интроверта, потому что ты ни с кем не общаешься, не видишься, но с другой стороны ты чувствуешь, что вот ты не выходишь никуда абсолютно. Если у тебя нет никаких дел, то ты постоянно дома из-за работы. Я уже в одном видео рассказывала все минусы и плюсы, можете пересмотреть, если вы еще не смотрели. Просто посмотрите на мои руки после того, как я собрала елку. Я вся в царапинах. Про мою аккуратность. Вы знаете, что я делаю, когда нужно идти гулять с Басей, и у меня нету сил. Я просто одеваю сверху на домашнюю одежду куртку, ну и в принципе в своих джоггерах я могу выйти, так как они выглядят нормально. И сегодня тот день, когда у меня нету сил, потому что у меня даже нету настроения. На самом деле я вчера угробила свою спину практически, но я прям чувствую, как будто я приседала с каким-то тяжелым весом вчера, болит вся спина, поясница из-за того, что я всего лишь пересадила 2 пальмы и убрала елку. Я очень чувствительна к такой нагрузке. В принципе, было очень сложно, потому что был очень тяжелый горшок, и я его даже не могла поднять. Я не знаю, как я справилась, но сегодня у меня побаливает спина. Смотрите, как стильно получается. Но мне вообще пофиг. Тут вообще ходят все как попало, поэтому я еще выгляжу, как будто я на парад собралась. В принципе, погода немного улучшилась, потому что с окна я видела прям темноту какую-то. И вот солнышко появилось, птички поют. Бася, ты счастлива? Здравствуй, осень. Смотрите, что мне привезли. Пару дней назад я заказывала на овощи и ягоды, потому что у нас в магазинах помидоры, они почему-то не красные. Вот, посмотрите. Смотрите, как тебе помидорчик? Такая красивая клубника. У нас в магазине уже продается та, которая гниет. Посмотрите на эти оттенки. Просто красота. Я хотела сделать суп грибной и заказала вот все, что нужно для супа. Вот это, кстати, салат. Для салата листья. Все очень красивое, свежее и не гнилое, как у нас в магазинах. Красивый лучок, перчики разноцветные. Ну и немного сладкого также. Это круассаны. О, это с кокосом. И вот такие орешки в шоколаде. Но это уже не мне. Я сладкое не очень люблю. В общем, завтра из всего этого буду делать какой-то супчик. Заказывать на самой ферме, наверное, немножко дороже, чем в магазинах. Но зато я готова потратить чуть больше и получить нормальные продукты, которые и сладкие, и не гнилые. К примеру, красные помидоры. Последний раз я видела месяц назад. У нас почему-то в последнее время в магазине помидоры зеленые. И они еще смеют их продавать и брать за них деньги. Я не знаю, почему. Сейчас будем готовить с вами самый вкусный супец. Суп называется «Все, что есть в холодильнике». Супся, что есть в холодильнике. Уже 7.30 вечера. Я собралась снимать уже новое видео. У меня здесь уже все расставлено. Сейчас буду краситься и снимать самое волнительное для меня видео. Офигеть, как я волнуюсь. И просто радостно на душе. И как-то необычно снимать на такую тему. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. И ждите очень интересное и необычное видео. Добрый вечер. Или доброй ночи. Сейчас 12 ночей. Что за стих получился? В общем, я сейчас 12 ночей поняла, что я хочу сделать организацию моего компьютера. Я хочу распределить прям вот всю музыку, которую я использую в своих видео. И прям сделать их по категориям. У меня где-то их штук, наверное, я не знаю, 100 или 50. И каждый раз, когда мне нужна какая-то музыка, я просто полчаса трачу времени для того, чтобы ее реально найти. И я думаю, что пора разобрать этот хлам и сделать прям по категориям, чтобы я знала, что категория влоги или категория разговорные видео, там находится определенная музыка, которую я буду искать. Вот так выглядит моя рабочая лошадка, немного замацанная. На ней я всегда монтирую свои видосики. И сейчас я вам просто покажу, где у меня находится музыка. И покажу вам, сколько у меня ее. А у меня ее не так много, на самом деле. Но неважно. Короче говоря, я всегда ищу очень долго. И у меня еще в загрузках есть куча песен различных, которые мне нужно их раскидать по папкам. Так что сейчас я буду прослушивать почти каждую музыку и решать, к какой категории она будет относиться. Итак, смотрите, спустя 47 минут. Какая я молодец. Блин, мне даже не верьте, что я потратила на это 47 минут. Но порядок в компьютере, значит порядок в голове. Заходим в YouTube Music. И здесь у меня вот такие папочки. Вы спросите, почему у меня тут все написано на английском. Я вам отвечу, потому что у меня нет русского на клавиатуре. И я не умею вот так вот печатать вслепую, как мой парень. Он вообще печатает вот так вот. А я так не умею. Поэтому мне легче всего написать на английском. Так что вот такие у меня папочки. Talk Vlog. Это разговорное видео. Всякие спокойные песенки. И здесь у меня есть Dance Music. Всякие танцевальные и веселые. Autumn Vibes. Самые любимые песни. Самое любимое время года. Vlog Music. Здесь у меня все для влога. Тоже такое спокойное. Happy Music. Всякие веселые песни. Meditation. Тут у меня всякие спокойные такие медитативные красивые мелодии. И Christmas Music. У меня их больше всего. Я изменяю за мой голос. Наверное, мне уже пора спать. Я не знаю, что с моим голосом. Но уже почти час ночи. И завтра мне работать утром. Так что мне сейчас нужно идти купаться и спать. Надеюсь, своим расхламнением компьютера я напомнила вам о том, что нужно изредка как-то удалять лишнее. Организовывать. Потому что такой хаос потом творится в компьютере. И уже хочется все удалить. Абсолютно. Потому что нету сил на вот это вот все смотреть, искать какие-то документы, фотографии. Я и сама ни разу не делила вообще свою музыку по папкам. У меня такого не было. Но вот сейчас, когда мне собралось очень много песен, я подумала, что мне будет намного проще, если я буду знать по категориям, где какую музыку мне искать. Назовем это дигитальное расхламление. Предлагаю вам приступить прямо сейчас. Я буду с вами прощаться. И большое спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось и было интересно. А мы уже увидимся с вами очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok